Штормовое предупреждение, сильный туман. Такой прогноз ждал белорусов на сегодня. До полудня всю страну окутала серая пелена. Видимость от 100 до 500 метров. В первую очередь это опасность на дорогах. Для водителей существуют строгие правила, которые помогут избежать неприятностей. Включать свет, противотуманная фара, не включать дальний свет. Какие правила нужно соблюдать в туман? Конечно, не спешить, самое главное, всегда успеем. Годовые огни включаю. Ну, они сами у меня включаются, просто, ну, и скорость контролирую в каких-то опасных участках. Не менее важно соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Во время поездки на дальние расстояния водителям стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия напряжения. Главное – максимально обозначить свое присутствие на дороге. Причем касается это не только автомобилистов. Туман диктует правила и для пешеходов. Пересекая дорогу, следует быть осторожным. Сначала убедитесь в полной остановке автомобиля. А лишь затем подходите к краю проезжей части. Погода шокирует не только белорусов. В Турции из-за сильного тумана временно закрыты проливы Босфор и Дарданеллы. Видимость ухудшилась еще с ночи, а к утру и вовсе превратила водную гладь в слепую зону. В то же время у россиян ситуация не лучшая. Москва стала похожа на Сайлент-Хилл. В столичных аэропортах задержали и отменили свыше 100 рейсов. Такая ситуация там может сохраниться и до завтра. Бобручан в среду тоже ждут метеосюрпризы. Завтра преобладание облачной погоды, временами дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, днем с переходом на юго-западный. 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Ночью термометр остановится на отметке плюс 3. Днем воздух прогреется до 12 и выше нуля. К слову, белорусов ожидает аномально теплый ноябрь. Однако возможен и мокрый снег. Но надолго, если верить синоптикам, он не задержится. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360.